Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре топовые баллонские удилища от компании Колмик. Плюс это новинка 24-го года в России. Мало о них кто знает. Вот по горячим следам, как только получили в магазин, тут же я вам снимаю обзор на эти удилища. Моделька называется Fium VRT 6000. Тест 20 грамм у всех баллонок. Выпускается в варианте 5, 6, 7, 8 метров. Ну, самые востребованные, это, как вы понимаете, 5, 6, 7. Я сегодня с утра поехал с ними на воду, на Москварику, половил. И я вот дальше еще раз об этом скажу, кто, может быть, не услышит. Но в ответ на частые ко мне вопросы, что я критикую многие удилища, действительно показываю их недостатки. И при том, те люди, которые мне об этом пишут, они справедливо замечают, что эти недостатки я действительно справедливо показываю. То есть, правильно указываю на эти недостатки. В общем, люди сейчас спрашивают, какие баллонки, какие фидера, какие махи мне нравятся. Вот я могу сказать, что вот эта серия, которую я сегодня половил, она мне зашла, как говорится, 100 из 100. То есть, это идеальнейшие удочки. Плюс, хоть написан тест, 20 грамм, я на них ставил 28 грамм поплавочек. Уже подзаваливалось. Ловить можно, но подзаваливалось. Поэтому вот 25, это ее предел. 25 грамм поплавок. Начинается, да, заброс и так далее. Ну, примерно от 5 грамм она уже нормально бросает. И можно на нее ловить. Любые жесткие придержки. Прекрасно работает верхняя часть бланка. Я дальше на видео покажу, когда мы их с Константином Михайловичем разложим и потрясем. Там видно, что третье колено достаточно как будто то ли перегружено, то ли слишком излишне жесткое, вы видите. Но на самом деле это совершенно незаметно. На воде раз, а второе это сделано специально для того, чтобы, как говорят, может, грубое слово, морда не заваривалась у удилища. Когда вы держите жесткую придержку на... Или ступеньку, или жесткую придержку совершаете, и тогда часто мордочка заваривается у удилища. Соответственно, то же самое влияет очень сильно боковой ветер. Когда вы представьте, да, чтобы поплавок натянули, то есть поплавок поплыл по течению, жестко держите остановку полная, да, и вы облавливаете там леща и так далее. Либо там грузики специально смещаете. Я же отвлекаю, да, чтобы подплывала насадка вверх, отодна отрывалась, да, при этой придержке. И, как вы сами понимаете, если в такой ситуации будет порыв ветра, леска натянута, у вас будет постоянно поддергивать очередной порыв ветра над натянутой леской и сам поплавок. Вот здесь молодцы, кто проектировал, конструировал эти удилища. Здесь такого не происходит. Именно поэтому мне они очень понравились. Это главная причина. Но помимо легкости, отличного баланса, это само собой. Удочки не дешевые. Из дорогого угля 46 тонн исполнены. Но вот даже некоторые маверские, дорогие тоже баллоночки, они грешили вот этим поддергиванием. Почему мне не очень нравилось, то есть такой минус неприятный, по которому мне не нравилось иногда ловить именно в порывистый ветер. Я отвлекся. Ну вот смотрите, значит, у меня на столе 5-6-7 метров. Скажу сразу, запчасти первые колена, верхние они есть. Ну, сразу, чтобы уже оговориться и потом не вспоминать. Точность также. Эти удилища участвуют в программе лояльности. Выдачи бесплатно до двух запчастей в год. Если вы сами случайно их сломаете, мы вам предоставим две запчасти в год. Период действия такой акции. Плюс к этому мы даем бессрочную гарантию на заводской брак. Ну, соответственно, бессрочный, значит, на весь срок службы. Имейте это в виду. Подробности такой акции читайте в программе лояльности. То есть, если коротко, это необходимо купить удилище только у нас. И, соответственно, подписаться на три социальные сети. Телеграм, ВКонтакте и Ютьюб. Дальше по бланку. Обратите внимание, бланки номерные. Здесь установлен номер. Дальше фурнитура. Вся Fuji, вся Япония. Отличнейший катушка-держатель. Очень удобный. Прекрасно зажимной. Ну, я не знаю, что есть говорить. Это просто 100 из 100. То есть, хотел сказать про лепесток, который иногда у некоторых удилищ. Вот здесь настолько мягкая сталь, что он начинает раскрываться или отламываться, гнуться, когда зажимаешь. Ну, про Fuji здесь не могу ничего такого сказать. Не может быть здесь каких-то такого плана, косячков. Значит, дальше. По поводу чехла и колец. Соответственно, вот в комплекте такой жесткий чехол. Кольца тоже Fuji. Обратите внимание на расстояние ножа кольца от бланка. Это идеальное расстояние. Они не слишком далеко установлены, чтобы будет леска порусить. Не слишком близко, чтобы леска прилипала к бланку в сырую погоду. То есть, то, что нужно. Отличнейшие кольца. Облегченные. Fuji родные. Соответственно, дальше идет хлысти, как вы видите. На нем будет тюльпан и два разгрузочных кольца. Вот эти разгрузочные кольца тюльпанчик, как на всех удилищах такого, ну, серьезного класса. Это именитых брендов. Они поставляются отдельно в пакете. Вы сами насаживаете вручную. Просто одеваете два подвижных разгрузочных кольца. А тюльпанчик приклеиваете на клей секунду. Желательно водостойкой. Ну, в общем-то, это работая на 30 секунд, и вы ловите. Сделано для того, чтобы в процессе транспортировки удочка не ломалась. Ну, тюльпанчик не ломался от холста. Дальше на втором колене, как вы видите, одно разгрузочное кольцо. Дальше смотрим третье колено, ну и так далее. Как вы видите, кстати, должно говориться, что я измерил и вес, честный, потому что я не доверяю каталожным значениям, и длину рукояти, и диаметр бланка, и так далее. Вот все эти характеристики, чтобы не загружать видео, посмотрите, пожалуйста, на сайте Multifish у меня. Это не просто срисованные характеристики с каталога, которые все лепят и не проверяют это совершенно. Ну, не все пускай, да, большинство подавляющие магазины, чтобы никого не обидеть. Майл или какой-то один найдется магазин, который, как и я, измеряет лично, что как бы я сильно сомневаюсь. В общем, смотрите на сайте Multifish, ссылка в описании под видео, прямая, на раздел с этими удилищами, и каждый сможет туда зайти и посмотреть. Значит, про Fuji сказал, все сказал вроде бы. Дальше, смотрите, транспортируется удилище вот в таком неопреновой штучке, для того, чтобы комель не бился, вы ее, соответственно, снимаете... Ну, кто хочет, может ловить с ней. И дальше, вот не пугайтесь, вот такая вещь тут есть, когда откручиваем коленца, видите, это не колено, это специальная такая вставка, дополнительная для удержания колен, для того, чтобы они не ложились друг на друга кольцами. Поэтому здесь это не брак, отсоединять здесь ничего и отламывать не надо, то есть так оно и должно быть. Все аккуратно, все мягко, рукоять очень приятная, гладенькая такая, но не скользкая, то есть при этом она и тактильно приятная, и рука к ней прилегает, ну, мне лично очень нравится. Я думаю, вроде бы все сказал по кольцам, катушка-держатель, да, все вроде сказал, давайте я вам назову веса, если хотите, да, ну, а дальше уже вы зайдете по ссылке, да, и посмотрите подробности. Значит, пятерка у нас весит 178 грамм, 235 грамм шестерка и 308 грамм семерки. Ну и крайне важный момент, естественно, это фактическая длина, как вы понимаете, практически все производители уменьшают фактическую длину, нежели объявляют, ну, нежели заявляют, да, на бланке. То есть в реальности здесь пятерка по длине 483, 581 сантиметр у нас шестерка и семерочка у нас 680 сантиметров. Это норма, ничего страшного в этом нет, просто главное, чтобы у вас было не минус 50 сантиметров, как это делал Black Hole, поэтому, в общем-то, это естественно. Я думаю, на этом все, давайте смещаемся уже в зал, да, где мы их разложим и посмотрим строй. Итак, друзья, развожили, ну вот, смотрите, пятерочка у меня в руках, изумительно лежит. Вот, кстати говоря, многие подписчики, я вот часто наталкиваюсь на посты, говорят, что я слишком критикую какие-то вещи, но я объективно критикую, как есть. И вот, что же вам все-таки нравится? Вот, наконец-то, мне вам хочется сказать, что вот эта серия для меня просто 100 из 100. То есть, вот, какая, если вы спросите, какая баллонка для меня идеальна? Вот мне она просто, это вся эта серия, и семерка в том числе, и шестерка, просто шикарно. Я сегодня все утро отловил этими баллоночками на Москварике специально, уходить не хотелось. Ставил поплавки даже по 30 грамм, чуть-чуть начинает ее уже заваливать, поэтому я бы даже сказал, что здесь тест не 20, а 25. В общем, смотрите, это пятерка. Вот я вам пока говорю, трясу ее. Константин Михайлович сейчас нагрузит. Смотрите, какой идеальнейший строй. Она в меру жесткая. Она отлично держит на жесткой придержке, вплоть до полной остановки поплавочки. Я ставил, как я сказал, 28 грамм у меня был самый тяжелый. Но там вам на самом деле написано 28, в реальности по 30-ку было. Она уже чуть-чуть начала заваливаться, семерка, я на семерку ставил. Вот, поэтому 25 грамм, несмотря на тест 20, просто шикарно. Шестерка в руках. Идеальные кольца. Я имею в виду удаление от бланка. И вес их, и сама рама. Нагружаем. Смотрите, тоже отлично. Я, кстати, достаточно жестко держу в руках. То есть, видите, она правильно работает. Смотрите, хлыст не мягкий, он не прогибается. То есть, он будет отлично делать любую проводку, позволяет здесь совершать, которую вам необходимо на течении. И при этом мощность этой палки позволяет ее использовать даже для ловли язя, головля. То есть, палочка очень приятная, смотрите. Вот, возможно, кому-то покажется, что она излишне, там, вот, видите, в третьем колене, чуть-чуть такая вот расхлябенькая слегка, но это абсолютно уходит на воде. То есть, это как раз может показаться излишней мощностью, но вот эта мощность, она как раз дает жесткость верхней части. Нагружаем. Смотрите, то же самое, точно такой же строй. Изумительные просто баллонки. Поэтому, кто хочет, у кого есть деньги, кто понимает, как еще сказать, не знаю, приобретайте, пока они есть, потому что их не очень много завезли. Друзья, шикарные удочки. Что тут добавить, все вы видели сами. Вот такой чехол. В таком чехле они поставляются. Здесь у нас два бегунка на молнии. Мягкий, неопреновый чехольчик. Очень красивый, приятный. Смотрите, какой. То есть, отличнейший чехол в подарок, да и просто возить в нем просто одно удовольствие. Большая к вам просьба под видео. Нажмите вот такой значочек, пальчик вверх и кнопочку подписаться, кто еще не подписан. Это вам, это мне от вас большое спасибо. Всего вам доброго и до новых встреч. Продолжение следует...